Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины. Вышла я сегодня прогуляться по Буэнос-Айресу и решила с вами поговорить на тему эйджизма. И начинаю я свое видео под кронами вот такого вот огромного, просто нереального по своим размерам и по своей красоте 100-летнего фикуса. Вы понимаете, да, к чему я? То есть вряд ли бы я начала для вас снимать видео под фикусом, возраст которого составляет там 1-2 года, 3 года. Это было бы просто никому не интересно. Но фикус, которому 100 лет, всегда восхищает. А, посмотрите. Сейчас переключу камеру. Из-за большого солнца я не могу выйти полностью у него из-под кроны, чтобы показать все его великолепие. У меня не совсем все хорошо с глазомером по размерам, но я думаю, что радиус его кроны составляет примерно метров 30, да. Огромные вот эти вот столетние ветки, они стоят на подпорках. Видите, с какой любовью это все сделано, чтобы дерево само себя не разрушало. Ну, практически как костыли для пожилых людей. Ну, с какой любовью это все сделано. И вот, гуляя под этим столетним фикусом, ну, не только под ним, именно этим конкретным, потому что вот я сейчас нахожусь на площади Лавалье, на которой этих столетних фикусов, ну, штук 5, наверное, точно есть. Да, ну, площадь-то небольшая. Вообще, по городу Буэнос-Айрес этих столетних фикусов, их очень много, они меня просто восхищают. Уже в других видео с Палермой я показывала вам невероятные, огромные, очень красивый фикус на территории эко-парка, да. И вот, когда я смотрю на эти деревья, у меня возникает вопрос. Почему столетнее дерево всех восхищает? Почему вино чем старше, тем дороже? Но при этом находятся люди, которые устраивают дискриминацию по возрасту. И вот на эту тему я сегодня и решила с вами поговорить. Как вижу я тему эйджинга, пожив в России, в Испании и на территории Аргентины. Есть ли эйджизм в Аргентине? Есть ли эйджизм в Испании? Есть ли он в России? И, ну, наверное, на этот последний вопрос каждый из вас ответит однозначно. Кстати, напишите в комментариях, приходилось ли вам сталкиваться с дискриминацией по возрасту. На улице сегодня сильный ветер, поэтому я решила зайти в свое любимое кафе и уже здесь, в более спокойной обстановке, продолжить с вами говорить на тему эйджизма или, чтобы это было более понятной дискриминацией по возрасту. Лично я первый раз эйджизмом, ну, это, наверное, и был последний раз, столкнулась в России, и, как это ни странно, при обращении к врачу. Было мне тогда чуток за 40, и я пришла к окулисту, когда первый раз обратилась с проблемами зрения, да, что вот мне выписали очки. И какая была на это реакция врача, да, то есть человека, который должен нас лечить не только физически, но и как бы и души, и так далее. Просто на все это смотрю со смехом уже через 10 лет проживания за пределами России. Реакция врача, врачицы, да, потому что не могу я ее врачом назвать, врачица была такая. «Женщина, а что же вы хотите? Вам уже 42 года». Ну, это звучало примерно так, как вам-то уже и на кладбище пора, наверное, участочек себе прикупить, а вы вдруг обеспокоились тем, что у вас проблемы со зрением, они у вас вообще, наверное, давно должны были случиться. И представить себе такое, что бы со мной случилось в Испании или на территории Аргентине, ну, невозможно, абсолютно невозможно, потому что здесь, не здесь, да, сейчас я в Аргентине, в Испании, когда я приходила к врачу, и мне там уже было за 50, отношение ко мне было совершенно другое, да, то есть о возрасте вообще не могло быть речи, то есть ты обычный человек, который пришел с какой-то там возникшей у тебя проблемой. Дело в том, что с эйджизмом я сталкивалась только в России. С эйджизмом я сталкиваюсь только в русскоговорящих соцсетях, да, когда там тебя, чтобы как-то зацепить, ну, с их точки зрения, да, там, оскорбить, не знаю, как вообще это выразится, там, что людей голова, когда они говорят, вот это вот старая тетка. Ну, ладно, да, старая тетка. Я, в принципе, я никогда свой возраст не скрываю, да, мне 53, уже там через, сколько, через два месяца 54 я своим возрастом горжусь, как любой нормальный житель, например, Европы, как любой нормальный житель той же Южной Америки и так далее. Сталкивалась ли я с эйджизмом в Испании? Нет. Почему? Я даже знаю ответ на этот вопрос, и у меня во многом открылись глаза, когда я разговаривала в одном монастыре с монахом, мы с ним говорили на тему веры. Я человек не очень религиозный, поэтому, когда у меня этот монах спросил, а в чем разница между православием и католизмом, католицизмом, я почесала так свою тыковку, я не знала, что сказать, но говорю, ну, вот то, что я, например, сразу вижу, да, то есть если мы не говорим об особо религиозных каких-то вещах, вот, я вижу одно, это то, что православные прежде всего там молятся Иисусу Христу, да, там все иконы, там изображения в основном ему посвящены, а католицизм – это прежде всего о Деве Марии. Я когда начинала вот в своей жизни с первыми испанцами общаться, они мне всегда там, что, ну, как мы любим Деву Марию, вот эту разницу я как бы видела, я ее озвучила этому монаху, да, еще раз повторюсь, я человек нерелигиозный, поэтому всех в таких подробностях особо не знаю. На что мне монах так удивленно, расширив вот эти свои глаза, говорит, как так можно? Дева Мария – это мать, которая дала жизнь Иисусу. Как можно сыну поклоняться больше, чем матери? И вот этот его спич, он у меня во многом перевернул вот это вот мировоззрение, да, я стала понимать испанца, я стала понимать, почему у них матриархат, я стала понимать вот это вот уважение к женщине, к матери, которая у них существует, да, уважение к людям пожилого возраста, я еще помню, когда только начинала в России изучать испанский язык, почему-то в моем учебнике не было слова такого, как старушка, да, ансьяна, да, по-испански ансьяна, такого не было. У меня в учебнике для пожилого человека, для пожилой женщины было обозначение в моем учебнике испанского языка как синьора-майор, мне это так нравилось, я после этого просто решила, что вот испаноязычные страны это то, где я хочу жить, потому что вот такое вот отношение, вот так обращаться к женщине, да, пожилого возраста, синьора-майор, ну, не то ли, о чем мы можем мечтать. Опять же, повторюсь, что я буду делать все на сравнениях между тремя странами, где я жила, в России, в Испании и в Аргентине. И, как я уже сказала, первый раз с эйджизмом, первый, в принципе, последний раз с эйджизмом я столкнулась у врача. И, пожалуй, оттуда, наверное, все и идет. Вот посмотрите, как в России определяется слово такое, вообще, блин, жесть, но я его вслух произнесу. Старородящая женщина, да, это медицинский термин в России, и он обозначается возрастом 28 лет. В 28 лет в Европе, в той же Испании, девушки, женщины даже не задумываются еще о свадьбе, а не то, чтобы родить ребенка. Да, то есть 28 лет — это еще девочка в Европе. Мы живем уже в 21 веке. Я согласна, что во времена Пушкина его старушка древняя моя, да, его няня — это была женщина, как определяют люди, занимающиеся литературой, это примерно женщина с 43 лет, по-моему, или 38 даже, да. 38 лет определяет, что его няне Арине Родионовне было 38 лет, которую он называет старушка древняя моя. Но, извините, блин, это когда было? Это было начало 19 века. У нас сейчас уже начало 21 века. Вы назовете женщину 38 лет старушка, древняя моя? Ну, если назовете, тогда это только ваши личные проблемы, да, проблемы человека, который просто боится осознать даже свой возраст. Тут, кстати, цифру такую недавно прочитала, что больше половины населения Земли, они больше 50% населения Земли, они в возрасте после 40 лет. То есть человек, который пытается кого-то обидеть по признаку его возраста, звучит вообще как-то дико, да. Человек, он боится или своего возраста, он через него уже перешагнул, и он боится своей старости, он боится приближающейся смерти, ну, никто из этой жизни живым не выходит. Чего этого бояться? К этому просто готовиться надо, вот и все. А, ну вот, в России 28 лет, это старородящая женщина. Я, когда об этом в Испании говорила своему испанцу, у него вообще волосы дыма вставали, у него что одна, что вторая сестра, в 40 лет только замуж повыходили и задумались о том, что пора детей рожать. Одно это стало поздно, она так и не смогла родить, другая ничего, двоих уже родила после 40 и радуется жизни. А у нас 28, это уже старородящая. Если включить этот вот злосчастный телевизор на Первом канале и посмотреть всероссийскую сваху, не в суебуе, помянутая, как ее, Роза, да, которая на вот эту известную программу «Давай поженимся» чморит всех женщин, если им после 30, у них уже есть ребенок, да, которого называют в России почему-то прицепом, «Господи, слово-то какое!» Говорит всегда, вот это вот вбивается, и не только что этой женщине, да, которая пришла на эту передачу, но и всем тем миллионам зрителям, которые смотрят эту передачу по Первому каналу, что вот 30 лет ты уже, типа, вышла с брачного рынка, а если у тебя еще и ребенок, то ты вообще должна соглашаться на любой вариант, там на любого алкаша и так далее, то есть 30 лет, у тебя ребенок, то ты вообще непонятно, что ты в этой жизни уже хочешь, да, твоя жизнь закончила, все, и ты мужика, от которого родила, не смогла его удержать, то ты уже даже не второй ссор, да, такое отношение, как будто вообще мусор, биологический мусор в этой жизни. И вот эта же передача, как я понимаю, если ошибаюсь, можете там мне написать в комментариях, она, по-моему, каждый день, да, идет, шла или идет по российскому телевидению, это то, что смотрят и мужчины, и женщины, да, и поэтому неудивительно у российских мужчин такое же отношение к женщинам, поэтому неудивительно, что мужчины, которым, ну, например, там 50 лет, да, вот они одинокие, они при этом себя считают звездой, они для себя рассматривают женщин в качестве партнерши только 30-летних. Да, а теперь себя представьте, 30-летняя женщина и рядом с собой мужика 50-летнего, 50-летнего, он вам нужен, он вас может убедить, что да, потому что вам 30 лет, и типа, что вы тут еще выбрыкиваетесь. А теперь посмотрим на эту же ситуацию в Испании. Потом мы в Аргентине тоже задеем все эти страны. В Испании 50-летний мужчина, который ищет себе женщину 30 лет, это огромный нонсенс. Более того, даже 50-летний мужчина, который пытается найти себе партнершу на 10 лет моложе, то есть которой 40 лет, это тоже нонсенс. У меня доходило до того, что когда вот я знакомилась с мужчинами, они мне говорили, Лена, я же на три года тебя старше, у нас такая большая разница, это тебя не смущает? Три года, для них три года, это разница, которая должна смущать. А теперь представьте российского мужчину, 53 лет, который встретился с 50-летней женщиной и говорит ей, я же на три года тебя старше, ты такая еще молодая, тебе только 50 лет, ты же можешь себе найти мужчину своего возраста, которому тоже 50 лет. Представили себе такую картину в России? А мне, например, трудно представить. Да, в Испании у меня два раза я была замужем, и оба были мои одногодки. В России, когда я была замужем, у меня тоже муж был чуть-чуть моложе, но в принципе можно назвать одногодками. Там на несколько месяцев у нас была разница. Вот, поэтому я такая в европейском тренде была всегда, только замуж уходила за своих ровесников. И вот эти вот все... Ну, это тоже можно назвать эйджизмом, когда взрослые дяденьки ищут себе в партнерши не таких же взрослых тетенек, которые им ровесники, у которых примерно одинаковое физическое состояние, а ищут себе девочек помоложе. То есть, ну, понимай, если у тебя уже начало потенции, и тебя уже тяжело возбуждают женщины твоего возраста, ну, а тут все-таки молоденькая перед тобой попрыгала, так попкой повертела, оно вдруг и поднялось у тебя. Ну, в этом случае я еще могу понять, потому что, ну да, ну, хочется секса и в этом возрасте, и если у тебя что-то не получается, ну, бог с тобой. Но чморить-то зачем своих ровесниц? И что касается темы эйджизма, тоже вот что мне очень сильно бросалось в глаза в Испании, это отношение работодателей, скажем так, наверное, правильно, да, к людям и к их возрасту, к возрасту людей. Но меня смотрит очень много людей, живущих в Европе, тех, кто очень много путешествовал, и вы, наверное, замечали, что в Европе, и не только в Европе, по всему миру, очень много официантов, возрастных людей. И я такого не помню в России. Может быть, ситуация изменилась. Не знаю. Я в России не была 10 лет. Нет, в 2014 году ездила на туристическую выставку в Москву буквально на неделю. Это буквально была деловая у меня поездка с мэрией города Сент-Ан-Эр, в котором я жила. В Испании. Но я вот это помню, что в России официант – это человек на побегушках, да, мальчик на побегушках. И задерживаться официантом – это вообще как бы не камильфо. И если там тебе, не дай бог, уже за 25 перевалило, а ты все еще в официантах, то ты вообще чмо, и звать тебя никак. Тоже вообще абсолютно непонятная картинка. И в Испании, помню такой случай, в одном ресторане, к сожалению, он закрылся, уже очень любила этот ресторан в городке Кастро-Урдиалес, где официант там с гордостью, официант уже был предпенсионного возраста, то есть ему там глубоко за 60, а когда он с гордостью вот говорил, что он всю свою жизнь проработал в этом ресторане, он гордится своей работой, там еще и другие были фишки очень смешные, то, что он там за всю свою жизнь, причем это говорилось с такой гордостью, он ни разу не выезжал за пределы Гантабрии, то есть провинции, в которой он живет, потому что она ему так нравится, и тут все так красиво, что нафиг эти даже дальние концы Испании, не говоря уже о других концах света. Ну вот такая у каждого своя гордость, ну и ладненько. А теперь вы представьте в России картинку, когда мужчина 60 лет вам скажет, что я всю жизнь проработал официантом, а вот в этом ресторане этим горжусь, что о нем скажут? Да вообще, блин, в 60 лет в России найти работу, я вспоминаю свои первые попытки, устроиться на работу, мне тогда уже было, мне уже было, сейчас скажу, сколько мне лет это было, мне уже было 32 года, когда я первый раз в жизни искала работу, потому что до этого у меня всегда был свой бизнес, ну там за исключением двух лет работы в школе, когда я закончила университет, да и по распределению отрабатывала эти два года. Вот, потом у меня был свой бизнес, и первый раз я пошла искать работу, мне было 31-32 года, где-то так, ну и везде в объявлениях. Помните, да? А в нулевые, в 90-е, до 30 лет с опытом работы 15 лет, примерно так звучали все объявления, а не дай бог, если ты женщина, чтобы еще и без ребенка. Но тот мой первый опыт работы, сразу скажу, закончился так. Позиция была только парни с опытом работы на компьютере, с опытом работы там торговыми представителями, я еще не помню чего-чего-чего. Вот прихожу я на собеседование, там где-то 30 парней было в очереди, я одна девушка, взяли меня, да, хотя в объявлении четко указывался только мужского пола. На тот момент я ни разу компьютер, не скажу, что в глаза не видела, просто в руках не держала, не знала, как на какую кнопку тыкать. Но вот через этот эйджизм даже в приеме на работу все, кто примерно моего возраста, вы, наверное, проходили, потому что, насколько мне известно, то сейчас в России есть законы, по которым запрещено лимитировать возраст в объявлениях при приеме на работу. Ну, в объявлениях, может быть, его и не указывают, но при приеме на работу вполне возможно, что до сих пор с этим сталкиваться. Не знаю. Можете написать в комментариях, просветите меня, так это или нет. И абсолютно такого я не помню, чтобы я видела что-то подобное в Испании. Я в кафе сижу, мне тут чаек принесли. Немножко я выпью, налью себе чаечко. Вот такая у меня. Видите, красивый чайничек. Вот. Что касается Аргентины. Да, Аргентина – это не Европа. Да, здесь, возможно, нет еще настолько толерантности, в том числе и толерантности к возрасту. Но однозначно, вот сижу я в кафе, да, вот обслуживает меня официант. Но я еще не могу аргентинцев определять на возраст, потому что выглядят они на свой возраст старше, чем выглядят испанцы. Я это объясняю тем, что здесь более сухой воздух, поэтому заботиться о коже им, скорее всего, тяжелее. И вот эта вот сухость кожи и морщинистость у них наступает немножко раньше, чем у испанцев. Опять же, я говорю, испанцев севера Испании, где жила, да, где очень высокая влажность. Ну, на вид этому официанту, наверное, лет 50. Да, лет 50. А вот загляну, что у нас там в зале еще. Ну, пару официантов тоже эти дядечки за 50. Ну, тетечка может быть, девочкам правильно, да, говорить там лет 40. Другой тоже я вижу около 50. И все нормально работают, при этом себя прекрасно чувствуют, да. И никто им не говорит, что в этом возрасте вообще неприлично. Ну, не то что работать, как у нас говорят, жить-то неприлично, да. Почему-то ты должен стесняться своего возраста. Нет, абсолютно спокойно. И вне зависимости от возраста и там позиции вас возьмут на работу, потому что вообще во всем мире, за пределами России, при приеме на работу важна ваша квалификация, а не то, сколько вам лет. 28 вам уже исполнилось или еще нет. Наоборот, да, я, например, считаю, чем больше твой возраст, тем больше твои знания, твой опыт, твое абсолютно другое, да, там даже более толерантное отношение к жизни и так далее. Ведь на любой работе, при любой профессии это очень помогает. Что же касается отношения мужчина-женщина, да, возрастное. Тоже очень многих женщин это интересует, многих девушек, которые мне пишут, спрашивают. Ну, скажу так, тут, да, допускается немножко уже большая разница. Хотя, например, вот если мы будем говорить о большой разнице, так, например, роман Эдуарда Константини, одного из очень богатых людей Аргентины, да, он там в сотку, по-моему, самых богатых, Константини входит, и ему сейчас, по-моему, 73 года, да, и его жене 31 год. Недавно поженились там, как раз перед самой-самой пандемией, и тут, конечно же, их чморят, ну, потому что разница огромная сама по себе, и мне кажется, все-таки такая разница, она будет заметна в любой стране, и в любой толерантной, нетолерантной стране будут говорить о таком браке, как о неравном браке. Если же разница будет лет 10, например, в паре, то, что в той же Испании не совсем айс, если мы говорим о обычных людях, да, а не о звездах, в Испании все-таки 10 лет разница, это считается большой разницей в паре, и это считается не камильфо, здесь это более-менее нормально, то есть ни один мужик, с которым я встречалась, который, например, на 10 лет меня старше, он бы мне об этом не говорил, как ты смотришь на то, что я на 10 лет тебя старше, да, в то время, как в Испании мужики мне даже про 3 года говорили, вот, но если уже больше 10, там были переписки, не встречалась, переписки были, которым там на 15, на 20 лет, а старше, мне было просто с ними интересно общаться, потому что я еще раз говорю, чем человек старше, тем он интереснее с ним пообщаться, вот те уже мне пишут, да, ну, я же намного там тебе старше, поэтому 15 лет разница, отношений быть не может, не, не может, да, вот российский мужчина среднестатистически скажет вам такое, наверное, я на 15 лет старше, поэтому тебе, наверное, от меня что-то надо, а не взрослому мужчине от молодой женщины. Вот, в принципе, у меня, наверное, на сегодня все, тем более, там уже 30 минут наболтала, тяжело мне потом будет смонтировать, потому что там и гуляла на улице, и сейчас сижу в кафе вам тут наговорила, поэтому буду заканчивать, а вы у меня там, вот там внизу в комментариях напишите, что вы думаете, да, по вопросу дискриминации по возрасту, сталкивались ли вы с такими проявлениями дискриминации, ну, и, наверное, как итог этого видео я хочу просто вдохновить всех тех, кто смотрит это видео, милых женщин, если вам за 40, если вам за 50, вы молоды, вы прекрасны, даже в своих 60-70, у вас есть все шансы даже на личное счастье, если вы окажетесь в правильном месте и в правильной стране, потому что абсолютно в любом возрасте мы достойны быть счастливыми. Еще вот один вопрос, да, вот сижу я сейчас в кафе, посмотрела так по сторонам, кто основные посетители кафе? сейчас смотрю еще раз по сторонам и пытаюсь найти хоть кого-то, кому меньше 30 лет, по-моему, вот одна девочка сидит с мамой и все, все остальные посетители кафе это в основном люди, которым глубоко за 40, глубоко за 50, вот, только что пришли напротив меня сели три подружки, которым глубоко за 60, то есть это вот девушки уже пенсионного возраста, все красивые, накрашенные, укладочка сделана, красиво одеты со вкусом, то есть это обычная жизнь любого ну, только европейского города, да, потому что сколько сейчас я нахожусь в Аргентине, наверное любого города на любом конце света и зайдите в кафе на территории России, дай бог если там 20-30 процентов посетителей, даже думаю и 30 не наберется, чтобы это были люди взрослые. В выходной день, суббота, воскресенье придите в любой ресторан на территории Европы, на территории Буэнос-Айреса, на территории вот я помню Каракаса, когда я жила в Венесуэле, везде в ресторанах это семьи во всех поколениях, да, то есть не только молодые, но и их старшие поколения, которые являются бабушками, им там уже прабабушками, и выходить вот таким составом по выходным в ресторан и проводить вместе время, это нормально, потому что везде, во всем мире быть в возрасте это почетно, вот примерно как тот самый фикус, который я сняла в начале этого видео, почему, вот объясните мне, почему быть столетним фикусом это почетно, почему быть старым вином это почетно и более дорого, чем молодым, и почему только у людей все как всегда, точнее не у людей, но только, мне кажется, это на территории России такое наблюдается, что быть в возрасте, быть пожилым это почему-то унизительно, откуда это идет, я не понимаю, объясните мне. В принципе, на этом у меня сегодня все, всем пока-пока, с вами была ваша Елена Вивас из Аргентины.